Здравствуйте, привет, ребят! Естественно же, все попросили у меня чуть-чуть впечатлений, чтобы я сказал, что я использовал в течение недели в телефон от компании Umidigi, а в пятерках Pro, чтобы вы увидели черненький ихний и Perl Blue. Я не знаю, не спорю, что у меня хреновое освещение, но в любом случае я так думаю, что в целом вы хотя бы в инстаграме все увидели, вот я специально их чуть-чуть пофоткал, но честно, вот этот цвет шикарнейший смотрится и изумительно. В комплектации в чем плюс, что в телефоны идет все-таки в чехол, потому что спинка я так думаю, что все-таки из пластика, что пусть там всякие пишут, что стекло, но в любом случае это все херня идет и так, чтобы вы увидели сканер у нас, что тут есть если захотели, включается в 3.5 единственное, что из минусов идет, что из микро от USB но вот из плюсов, что из каркаса, из металла, потому что честно я такую штуку вообще люблю и мне это нравится сканер, если захотели, то включается и скорость, потому что включение вполне окей и претензий вот именно к скорости включения и срабатывания его не было. И так же самое у нас есть, если захотели, включается сканирование лица, но скажем скорость, потому что включение тут оказалось, потому что нефти включал я, потому что и 3, и 5 звучание и кстати, потому что динамики мне сказали там, что если ты к левому уху или к правому стыкаешься, потому что с проблемами что громче будет. Я и приложил специально и к левому, и к правому потому что все окей. Включал в 3.5 звучание вполне кстати, ну скажем так, потому что громкость оказалась ну что и запасом вполне супер и включал еще с таким чудом тем более вполне потерпимо. Вот я говорил, что в чем плюс, ну что блютусов, что ты там отличия особо, потому что ты в них, ну что не увидишь что включается система и работает, вот именно скорость, все вполне ну что комфортно, аккуратненько ну что по экранчикам, я не знаю что перспективе, потому что испытаем его, ну что попытаюсь включить и чтобы вы ну что все вживую все увидели сюда есть так включаем по установкам есть экранчик где у меня там есть сюда освещение включаем 100% тут смотрите, чтобы вы увидели что отключаем ее да и так же самое я включаю здесь и отключаю автоматическое освещение и гляньте в такой степени отличается от цвета экранов вот я не знаю в камере вот здесь идет знаете, вот больше теплая автона идет а здесь таки чуть-чуть скажем чуть-чуть холодная тона включаем YouTube есть назад, назад что нас интересует ребята 4K что ну что симпатичная картинка и с чем вот я вот стыкнулся ну что тут я думаю ну что все в курсе что ну что в телефоне используется ну что экранчик Full HD и 6.3 дюйма да и в чем прикол что вот я ну что стыкнулся что ты включаешь ну что сцены ну что с динамикой там стрельбой и и в конечном итоге он чуть-чуть ну что притормаживал вот я вот стабильно ну что включаю ну что танки вот там как ну что кто-то играет я вам скажу что вообще ну что до такой степени знаете ну что ты включал ну что 60 FPS и именно вот здесь вот ну стыкался вот я ну что из люками я не знаю оказалась ли скорость ну что интернета вот только что ну что включаю и показываю ну что все ну что в целом комфортно ну в чем вот суть была чтобы вы ну что увидели что включается и срабатывает тут вполне окей именно что в плане системы ну что я попытался ну что искал знаете что к чему что примахаться что в телефоне вкидал тестер специально в аккумуляторе только сейчас оказалось у меня 3 считай что 3 900 я считаю что в целом что вполне окей но честно вот ну что в плане автономности для меня телефона до конца дня не хватало абсолютно не хочу всем обманывать и рекламировать включаем кстати интересовались по поводу индикатора индикатора в телефоне нету специально включаю показываю что синтетика показывает есть и включаем искасание дисплей тестер 6666 и снова искасание я не знаю знаете оказалось что из-за покрытия это или нет но из-за чего-то мы стыкаемся скажем с такой ситуацией что чуть-чуть печально одну секунду я включаю что я сделал чуть-чуть тестов в нем кстати если захотели то включаются кнопочки внизу и включается управление жестами да вот я включил его используют в целом вполне терпимо и претензий у меня что-то нет специально включаю что синтетика показала раз два три ребят есть опять же таки дикбан 4 у нас есть вот это по аккумулятору я специально включал есть тут кстати вполне в терпимое цифра идет есть сюда и здесь с касаниями и дикбенч 4 и ребят все будут интересоваться что вдруг сколько он кушает включающий в ютуб я включал у меня оказалось в час 11% и с подсветкой 50 я не знаю за чего но я считаю что много крути не крути в любом случае громкость динамика вполне комфортно и кричит он вполне окей я попытаюсь специально включить вам чтобы вы услышали вот именно сюда вот единственное только вот я опасаюсь что мне будет кипиш потом из-за этого дела попытаемся хотя бы включить так я вибрацию надо включил или что еще что есть в телефоне аудио еще антитела из казантипа что включим я говорю что я действительно испытываю вот я впервые знаете взял отложил включается и срабатывает тут все окей система абсолютно комфортно и скажем претензий к системе у меня нет единственное что я специально скачал отдельно сюда в телефон в галерею честно вообще терпеть вот это все что знаете они тулят нам рекламу и все полностью я не хочу а здесь как-то оно все для использования вполне комфорта что-то да какая-то хрень у меня отсюда так я надеюсь что все поняли что звучание я слушаю вполне окей и конечно же слушай китайцы сделали упор здесь на камере вот ребят знаете я включал распаковку я надеюсь что все видели и мы стыкнулись там с проблемой и с широкоугольной с камерой но в любом случае они пришло в телефон обновление но изменилось но не настолько все сильно вот в чем прикол ты фоткаешь ты делаешь ты первая потому что ты фото и он долго думает и с фокусом тут я стыкнулся и с конкретной и с проблемой и включаете и с шириком вот смотрите вот я включаю сейчас раз и ждем вот смотрите тут тишина вот видите и включилась вот если ты вот не ждешь вот эти 2 секунды там или 3 то то в конечном итоге потому что ты фото не скажем мне кажется что в телефоне из-за чего-то он оказалось что долго думать и кстати вот что с фокусом вот ты включаешь из близка его я не знаю вот я вот с цветами попытался и цвета и картинка у меня оказалась ну что что не актив я включил опен камеру вот ребят и ты стыкаешься вообще ну что изменяется и картинка и качество и детализация что все полностью я там вот я не знаю ну что с кривыми руками вот я что-то включил я так понял да экспозиция заблокирована экспозиция разблокирована в чем отличие кто его знает и в чем плюс вот потому что в ситуации вот если вы используете опен камеру что у нас есть стабилизация еще и видео ну что по камерам тут ну что в целом за ту стоимость что он стоит ну что вполне терпимо но в любом случае вот я бы лучше вот если ну что искали вот именно ну что по камере ну что телефон чуть-чуть ну что поинтереснее то лучше бы я купил Xiaomi 6 абсолютно он стоит сейчас 104 доллара 103 там естественно же чуть-чуть попроще с процессором но там оптимизация потому что получше идет там и камеры потому что получше ну вот ребят ну что телефончик потому что интересный и красивый тут шикарнейший экран идет отлично он смотрится но в любом случае знаете скажем за такие деньги у нас есть еще что-то поинтереснее извините вдруг так ну что-то вот сто процентов что упустил но думайте все сами всем спасибо или так пока пока